Кирилл Переходенко, полюбившийся многим, героидист номер один России, который расскажет на тему, поговорит с нами на тему личный и фамильный герб, что с ними делать сегодня, что бы это ни значило. Добрый день. Все, ваше время законное, начинайте. Добрый день. Сегодня мы еще раз поговорим о личных и фамильных гербах и что с ними делать сегодня. На прошлом фестивале вопрос личной геральдики вызвал очень большой отклик и еще раз показал, что на самом деле очень много вопросов связано с пониманием, что такое герб, почему герб, зачем герб сегодня, мы не рыцари, мы не дворяне. И зачем в это все играть. Поэтому я бы хотел начать еще раз с вопроса, почему все-таки герб, почему не какой-то другой знак. Возникали вопросы, что герб это старомодно, у нас сейчас есть соцсеть, у нас есть аватарки. Мы придумали какой-то рисунок сейчас, через неделю поменяли на другой, через месяц еще другой прикалывались, поиграли. Нужно понимать, что такого рода изображения, которые нас представляют, допустим, в социальной среде, в социальных сетях, они все-таки это игра. То есть они игровые, они не являются той серьезной вещью, которую мы воспринимаем как нечто свое. А герб, я напомню, это все-таки изобразительное имя, и мы можем внутри герба использовать и какую-то игру, и самоиронию, и юмор, и шутку. Но все это прекращается, как только мы выходим по лицу взаимоотношения владелец и герб. Потому что здесь никаких таких вот странных историй быть не может, потому что герб это все-таки, как я еще раз повторюсь, второе имя. Мы всегда относимся уважительно к своему имени, и не позволяем его никак унижать, уничижать. И герб играет точно такую же роль. При этом герб, когда мы говорим о гербе, мы подразумеваем огромную традицию. Европейская традиция насчитывает уже порядка 800 лет. Российская традиция немного короче, но, собственно, с 17 века уже можно спокойно говорить, что гербы в российской среде появляются. В 18 веке они очень сильно развиваются, в 19 веке вообще, можно сказать, бум. И традиции сложились, несмотря на то, что 17 год во многом изменил отношение к таким визуальным признакам, как герб, к его именно сословной составляющей. Потому что должны понимать, что герб это не только сословная принадлежность, но это и семейная традиция, это и, можно сказать, имущество, рода, семьи, это ее история, это ее часть и быта в том числе. И когда мы говорим о гербе, мы говорим о серьезных традициях, в первую очередь. О том, как герб изображается, как он используется, как к нему относятся. Сейчас еще пока мало, наверное, где можно об этом узнать исчерпывающе, но даже если сравнить с десятилетней давностью, то прогресс налицо и прогресс идет, информация становится все более доступной, развитие налицо. То есть то, что мы знаем сейчас, это уже гораздо больше, причем я имею в виду не специалистов, а имею в виду людей в массе своей, сталкивающихся с геральдикой, то есть простых людей, не ученых, не каких-то исследователей. Мы знаем больше, мы понимаем больше, мы начинаем принимать больше. И здесь, естественно, когда речь заходит о гербе, мы начинаем понимать вот ту всю подоплеку, которая стоит за изображением. И поэтому очень часто, собственно, отметаются сразу людьми такие вещи, как логотипы, торговые марки. Хотя вопрос возникает, почему бы мне не сделать логотип или торговую марку? Ну, с логотипами, которые у нас воспринимаются как торговые марки, а тут вопрос другой. То есть физическое лицо, то есть гражданин не может иметь торговые марки, они регистрируются только на юрлице, на индивидуальных предпринимателей. Человек же может сказать, зачем мне герб, ну, я обойдусь и вензелем. Тоже вариант. Тоже вариант, как представить себя визуально, но мы должны понимать, что такое вензель тогда, да? Вензель – это красивое изображение, сочетающее все первые буквы, как правило, имени и фамилии, две буквы. Вот. И эта вещь может, вензель может маркировать вещи, может каким-то образом представлять своего владельца, но, опять же, очень ограниченно. Здесь ограничения вензеля воспринимаются именно в том, что это две буквы. То есть Кирилл Перехаденко – К, П. Ну, это может быть и Константин Павлов, и именно на К немного Константин Петров, и еще куча других людей, да? И пройдет немного времени, там, внуки найдут какие-то предметы с вензелем, и будут гадать, то ли это семейные вещи, которые принадлежали дедушке, прадедушке, то ли это, как, кстати, часто мы сталкиваемся в семейных архивах, вещи попали из чужих семей в начале 20 века, когда, собственно, там, дворянские имущества очень сильно распылилось по стране, не только дворянской, многих состоятельных семей. Вот. И люди гадают, ложка с вензелем, то ли это бабушкина, то ли это дедушкина, то ли она каким-то образом на барахолке была найдена, то ли государство расплатилось серебряными ложками заработать, уж денег не было. Две буквы, мало о чем говорят. Герб — это все-таки вещь узнаваемая, уникальная. Вместо герба мы можем принять, вот тоже были вопросы в прошлый раз, можем использовать какой-то рисунок, какой-то абстрактный рисунок, символ. Были вопросы там о том, что, допустим, предки имели какую-то личную печать с какими-то знаками, с какими-то символами. Да, конечно, можно использовать. И эти вещи, здесь вопрос в том, что вы хотите сказать. То есть, в отличие от того же герба, какой-то абстрактный рисунок, символ с печати, с перстень, еще что-то, он не несет в себе той явной и узнаваемой традиции преемственности. Да, конечно, там перстень передается, допустим, от отца к сыну, изображение с него вы начинаете где-то использовать, вы его можете использовать. Но каждый раз вам придется банально объяснять окружающим людям, что это такое. То есть, это такая очень узкая, такая интимная, внутрисемейная история. Но про каждый рисунок говорить, что вот это я откуда-то нашел, это мы используем, вопрос возник. И когда подобное изображение не станет опознаваться и восприниматься де-факто. То есть, здесь мы опять возвращаемся к гербам, за изображениями которых, выполненных по определенным правилам, по определенным традициям, стоит, конечно, большая-большая история. И, как правило, эта история семейная, родовая. Собственно говоря, когда мы приходим к пониманию герба, мы, именно, приниманию герба для себя, мы понимаем, что эта вещь, ну, как бы, может быть, пафосно это прозвучало, это герб, это вещь для избранных. Причем для избранных здесь имеется в виду не в том, что там я богат, я могу себе позволить, а я не могу себе позволить. Нет. Избранность здесь говорит, имеется в виду в том плане, что человек должен уметь и принимать, серьезно относиться к традиции. К этому готов не каждый. Здесь именно, если мы приходим к гербу, мы должны понимать, что мы живем в какой-то конве, в какой-то традиции, пусть она там даже иногда прерывалась, пусть она по-разному воспринимается, но это именно приверженность к традиции. И к передаче, собственно, у нас сегодня фестиваль генеалогический, и в датном случае герб именно играет большую генеалогическую роль, как некой точке объединения, как некой точке сбора семьи, визуального образа семьи, который передается по наследству. К этому мы еще вернемся. Возникал вопрос, личный или фамильный. Если уж мы приходим к гербу, что значит личный герб, что значит фамильный герб? На самом деле история проста. То есть человек может принять личный герб исключительно для себя. То есть вот этот герб мой, и я ни с кем не делюсь. Но, как показывает практика, очень быстро приходит желание распространить свой личный знак на близких людей. Жене, детям передать его, распространить на родителей, чтобы они тоже пользуюсь. В российской традиции нормальным является то, что одним гербом пользуются несколько близких ветвей рода, то есть братья, даже двоюродные. Каждый имеет свою семью, но герб общеродовой. Здесь личный герб очень легко превращается в фамильный, семейный герб, в родовой герб. Здесь фамильный, семейный, родовой, конечно, используется как абсолютный синоним. Как же получить герб сегодня? Здесь два пути, собственно говоря, тоже вызывающие два пути, которые хотел бы проговорить, вызывающие очень много вопросов. И если первый путь прост, это принятие личного гражданского герба, то есть простой герб, без сословных каких-то атрибутов, которые вы можете лично принять для себя, то второй вариант, это восстановить герб, уже существующий герб своих предков, как дворянский герб. Часто мы сталкиваемся с тем, что вот особенно в социальных сетях кто-то говорит, вот я Иванов Иванович, нашел герб семьи, зарегистрированный, утвержденный императором еще там в 1850 году, это мой семейный герб. Совершенно не задумываясь о том, что Ивановых очень много было, и что не все они родственники, что однофамильцев больше, чем родственников, вот что делать здесь, если вдруг вы каким-то образом претендуете на восстановление исторического герба, который, как кажется, он принадлежит вам. Здесь есть несколько сценариев, несколько вариантов, которые нужно учитывать. Первый вариант, самый простой и замечательный. Если вы уже провели свое генеалогическое исследование и документально можете доказать непрерывность рода от последнего владельца найденного вами герба до вас по прямой нисходящей мужской линии. Традиционно в России герб передавался именно по прямой мужской линии. Если вы доказали, у вас есть эти все документы, в первую очередь для себя. В России сейчас нет действующего законодательства, которое бы вас к чему-то обязывало. То есть здесь мы должны очень сильно различать то неписанное право, ту правовую традицию, которая существует, и законодательство. Законодательство, конечно, у нас в личной геральдике сейчас никак не работает. Но правовое поле, правовая традиция, то, что мы называем неписанным правом, оно, конечно, сохранилось и использовалось. Так вот, чтобы оставаться в этом праве, вы, в первую очередь, для себя должны подтвердить эти документы, этими документами свое право на геральд. Понятно, что сегодня у вас никто не поведет в суд, прокурору там не будет обвинять ни в чем, но все равно вы должны понимать, что любая узурпация, она незаконна. Даже если не по законодательству Российской Федерации, то в геральдике это будет считаться преступлением. И то, что никто не знает, имеете ли вы право или не имеете ли вы право, это вопрос, по большому счету, времени. Кому придется краснеть? Вам, вашим потомкам за узурпированный герб. Не хотелось бы. Все-таки герб это олицетворение не только своего владельца и его имени, но и достоинство. Не хотелось бы подставлять и себя, и всех своих близких, если герб фамильный. Вот такую историю. Второй момент. Вы доказываете, можете доказать, что герб действительно принадлежал вашему роду, но не по прямой мужской ветви, а по женской. Через маму, через бабушку, прабабушку. Что делать здесь? Здесь вы можете использовать этот герб в документах семейной истории. Ну, вот создаете вы родословную книгу. Естественно, вы там используете этот герб, расскажете о роде своей бабушки, там прабабушки, рассказываете, что они принадлежали к такому-то роду, такой-то род пользовался этим гербом, и в этом праве, как некое наследство, но не используемое в современном быту, оно принадлежит вашей семье. То есть, как некая память рода. При этом вы можете разработать свой гражданский герб, используя в качестве основы какие-то фигуры из того дворянского герба, чтобы показать преемственность с тем родом, который имел герб, но на который, на герб, которого вы не имеете прямого права наследовать. Вот. Если же таких подтверждений никаких явных нету, ну, здесь что нужно делать? Либо проводить генеалогическое исследование, идти в архивы, искать, либо, если по каким-то причинам это невозможно, то, конечно, приходится отказаться от идеи воспроизводства. Здесь, как все профессиональные историки генеалоги, мы говорим о гипотезе, о высокой или низкой доле вероятности. То есть, вы можете говорить об этих гербах именно как о некой вероятности, что, возможно, эти гербы были когда-то у людей, принадлежащих к вашей фамилии. Это вероятность. То есть, максимум, что здесь можно сделать, если у вас есть действительно большое убеждение, что этот герб относился к семье, но доказать его не можете, это вы можете, создавая свой новый герб, использовать какие-то мотивы из того герба, показывая генеалогическое притязание ваше на родство с той семьей, владеющей гербом. На самом деле, если мы изучаем гербы российского дворянства до революционного, мы по изображению этих гербах видим очень много генеалогической информации, которая зашифрована в этих рисунках, показывая связи между различными родами, показывая их взаимоотношениями, целая интересная история, об этом мы когда-нибудь еще обязательно поговорим. Если же на дворянский герб прав у нас нет никаких, то, как я уже сказал, лучше его и не пытаться привязать к себе, потому что это вопрос времени, когда всплывет наружу то, что вы взяли непринадлежащее вам, узурпировали чужой герб. герб все-таки еще раз повторюсь, это та вещь, за которую не должно быть стыдно ни вам, ни вашим предкам, ни вашим ну да, ни вашим предкам, у кого было, ни вашим потомкам, кому вы этот герб будете передавать. Вот. Следующая большая история это вообще о том, собственно, я уже упомянул, о том, что герб это все-таки мужская традиционная история, по крайней мере, герб в своей традиции передается по наследству, по мужской линии. Нет ли здесь в общем ленинской женских прав? Здесь на самом деле история получается очень интересная в том, что женщина, вроде бы как бы номинально имеющая меньше прав в геральдике, как в такой традиционной истории, на самом деле имеет больше возможностей, чем мужчина. Это такой хороший повод для замечательного героического разнообразия, когда прекрасно понимают, что герб созданный только начинает жить, то есть, когда вы заказали специалисту разработку герба, он вам его разработал, вы его получили в виде красивого рисунка, оформленного, повесили на стену и дальше как раз все только начинается. здесь женщины имеют больше прав, чем мужчины в своих воспроизведениях герба, потому что женщина может пользоваться гербом семейным родовым, как бы, условно, сейчас гербом мужа, она может пользоваться гербом отца, она может соединять герб свой родовой по отцу и по мужу. Женщина может пользоваться общеродовой версией герба со всеми украшениями положенными ему, а может пользоваться своей специфической женской версией. Специфической мужской версии не существует, это общий вариант, а женщина может пользоваться своей специфической женской версией герба, это ромбовидный щит, это специальное украшение, указывающее на статус женщины, является девицей, замужней женщиной Это все дополнительные возможности для использования. И в этом состоит как раз весь интерес в том, что мы создаем живую историю. Создавая герб, вообще, как показывает практика, люди приходят к гербу во многом через генеалогию или параллельно с генеалогией. Создавая герб, люди создают некую визуальную точку, точку отсчета семьи. Понятно, что у каждого из нас есть мама, папа, бабушка, дедушка. Не мы являемся родоначальниками рода. До нас еще многие были, но всегда с кого-то начинают считать. Михаил Романов был не первым в своей семье, но именно он был основателем династии Романовых. Также сейчас, создавая некий визуальный образ, создавая генеалогическое исследование, книгу, люди становятся, по большому счету, родоначальниками своей семьи. От них начинают отчитывать происходящее, понимая, что есть и более глубокие корни. Герб становится визуальным знаком сбора. То есть мы начинаем исследовать свое древо, пишем себя, маму, папу, потом выясняется, что есть тети двоюродные, тети троюродные, дяди, что ветвей много. И все эти люди начинают собираться общаться и создавать какое-то что-то новое. И из воспоминаний о будущем. И герб в данном случае, конечно, становится тем визуальным знаком всей семьи, всего рода, объединяющим всех людей. И спрашивая, где сегодня можно использовать герб, мы как раз начинаем говорить о том, что герб в первую очередь можно использовать на результатах генеалогического своего исследования. То есть это тиснение на обложке родовой книги, это рисунок на родовом дрейфе. Дальше мы идем в библиотеку, это экслибрис. Сейчас становится опять модным читать, быть образованным. Люди начинают внимательно относиться к своим домашним книжным собраниям, библиотекам. И возрождается вообще понятие книжного знака, экслибриса, на котором, конечно же, самое место гербу. Герб обязательно может использоваться как непременный атрибут визитки. То есть на визитке мы пишем свое имя, и именно там же совершенно законно занимает свое место и наше второе имя, изобразительное имя герб. Герб становится опять же большим таким маркером для воссоздания семейных традиций. Это в первую очередь семейные какие-то торжества, праздники. Вспомните, я уже неоднократно говорил, и каждый раз люди все время кивают и говорят, да, это действительно так. Вспомните, лет 20 назад, там, Новый год, запах мандаринов, стол, елка, да, то есть вот эти вот атрибуты праздники, которые вызывали у нас особое состояние, особое настроение праздника, сбора семьи, да, вот это вот застолье, богатый стол. Сейчас в эпоху изобилия рамки размылись, то есть праздник у нас по большому счету ничем не отличается от будней, ну, в среднем, там, да, мы можем себе позволить собраться дома, пойти в ресторан, поехать куда-то там, в путешествие, еще что-то. Вот. И исчезает вообще, как бы, ощущение праздника. А в чем праздник? Да, ну, встретились, ну, и без праздника встречаемся, ну, вкусно поели, ну, и без праздника вкусно поели. Где вот те вот какие-то маркеры торжества? И здесь герб начинает играть очень значимую роль. Вот, к примеру, к примеру, с практики. После разработки герба семья изготовила домашний, домашний сервиз, посуду с гербом, такой гербовый сервиз, который убран в специальную горку, стоит в углу и достается всего четыре раза в год. То есть четыре праздника в год. Это Новый год, день рождения мамы, папы и ребенка. И буквально прошло два-три года, всего ничего, как начинает складываться традиция. Если мама достает из горки гербовый сервиз, то значит праздник. Его никогда не достают просто так, его достают только по большому празднику. И вот это вот ощущение праздника, ощущение какого-то семейного торжества, ощущение единения, оно восстанавливается благодаря, ну, казалось бы, такому странному предмету в современной жизни, как герб. Я уже не говорю про предметы семейного обихода, пресс-папье, крышки часов, там, экс-либрисы, супер-экс-либрисы, про которые я говорю, какие-то ювелирные украшения, которые передаются по наследству. И если браслет с фигурками герба, подаренный папой и маме, сегодня это просто браслет, подаренный папой и маме, то через 50-60-70 лет это будет фамильное бабушкиное серебро. И ценность его будет уже не в металле, не в ювелирной какой-то значимости, ценность его будет совершенно в иной плоскости, а именно в плоскости семейной традиции. Это вещи, которые будут беречь, это вещи, которые будут передавать по наследству от родителей к детям, от мамы к дочери, от папы к сыну. И эти вещи будут формировать новую семейную традицию, новое понимание семьи, новое понимание вот этого вот единения. И, собственно говоря, то, что сегодня может в некоторой степени восприниматься, до некоторой степени, как игра в Веральдику, что вот мы там себе что-то придумаем, какой-то второй изобразительный имя, еще что-то, при должном к нему отношении, через буквально несколько лет станет мощным средством именно для сохранения семейной традиции. Здесь, конечно, нужно говорить о должном отношении к этому символу, о должном использовании, и опять же мы возвращаемся к сакраментальному слову моего сегодняшнего сообщения, это традиция, то есть чем герб отличается от других знаков традиций, что он нам дает сейчас там в бессословном обществе, где мы гербом не подтверждаем свои какие-то там дворянские корни или еще что-то, что он нам дает? Он нам дает возможность визуализировать эту традицию, возродить ее, передать дальше. Вот, собственно говоря, зачем и почему герб, он именно об этом. О том, как мы относимся к себе, насколько мы воспринимаем себя как частью рода, и, собственно говоря, герб – это некая, скажем так, генеалогическая история в современности. Помимо того, что, конечно, это герб и имя личное тоже, да, изобразительное имя для каждого человека, который может стать именно таким вторым изобразительным именем, содержащим в себе определенную символику, тайны какие-то внешние, внутренние. Ну, вот. Ну, наверное, на этом я, судя по времени, должен уже заканчивать. Спасибо большое за внимание. Вот, если будут какие-то вопросы, буду рад ответить в Инстаграме и еще в других сетях, в Фейсбуке. Задавайте. Да, спасибо большое, Кирилл. Сегодня невероятно плотные лекции, которые действительно просто примыкают одна к другой, мне нечего вставить даже, а есть, на самом деле, что вставить, добавить. Есть и вопросы, есть и реклама, которую прислали другие люди с очень интересной, кстати, рекламой, генеалогической рекламой, отдельный вид. Есть и мерч новый, есть и старый мерч, но выдадится пауза, потому что у лекторов отнимать время нельзя. Это первое правило ведущего. Спасибо, Кирилл. Продолжение следует...